Слава Украине! Привет всем от Полонского! Наша любимая рубрика Потери российско-фашистских войск в Украине на 22 декабря Самый короткий день в году Самая длинная ночь Но для многих расистов эта ночь действительно стала бесконечной Итак, все последние дни расисты несли потери порядка тысячи голов в день Это много Путин, правда, это не сильно впечатляет Но, знаете, одно то, что он запускает абсолютно все свои консервы с тем, чтобы каким-то образом уговорить Украину начать с ним переговоры с ним, с убогим говорит о том, что на фронте у него дела идут хуже некуда а вот добиться он ничего не может и единственное, что у него сейчас надежда, это только на ИПСО ИПСО, посмотрите, запустили абсолютно всех, кого все, что только можно Сегодня этот придурок, господи Словацкий этот ФИЦО заявил, что Украина Россию не победит Ему подпевает Арестович который сбежал запущен рыжий агент в Америке это понятно, он там уже давно бегает суетиться, да? Запущены все Орбан запущен в дело абсолютно все вот эти боты я так и назвал только тех, кого, как говорится, запустили а ведь боты, боты, боты везде ой, Украина не победит, Украина ты-ты-ты мы уже видели сегодня, как три Су-34 шмяк-шмяк-шмяк вот так вот не победит, все было красиво сделано, пальчики оближешь вот, и это же не только эти Су-34 там еще, еще и еще вот, к сожалению, они не попали в сегодняшний этот самый еще в сегодняшнее мое перечисление, поскольку сбиты были сегодня а я говорю, за вчерашний день но, например, очень красиво расистам наложили в стоповому это под Авдеевкой они там поперли в атаку и кричали, что они его уже заняли завели туда то ли 200, то ли 300 человек лишнего состава но этот лишний состав там аккуратно и остался вот так, чтобы вы понимали, да? а сам населенный пункт отбит так что, тоже еще один красивый такой момент был ну и крынки, крынки тут, конечно, отдельная история там нашим просто честь и хвала выдержали они большое, знаете большое испытание вот этими кабами управляемыми бомбами которыми расисты швыряли по крынкам там беспрерывно, просто-напросто вот, ну и сегодня была поставлена я не знаю, окончательная ли точка или это пока будет запятая аэрошесты будут как-то еще пытаться этими кабами швыряться но я бы на их месте этого не делал просто потому что могли сбить их самолеты как Петрио, там так и мамбой там достанет на таком расстоянии так и бог его знает может быть наш комплекс ПВО коралл, например, раздуплился мы что же этого не знаем сейчас может и да, может и нет может быть это уже в 16 работали ведь сказали, что нам готовят их к передаче может уже по ходу и подготовили ну тут масса вариантов что очень важно, что действительно похоже, что наши наши более-менее успешно начинают решать проблему с российскими управляемыми бомбами а вот что делать с нашим обновленным ПВО скажем так, вот назовем это так аэрошесты понятия не имеют и сейчас их пилоты массово отказываются от выполнения боевых задач что и требовалось, собственно говоря, доказать испугались, испугались, когда страшно да, 1080 путерастов за вчерашний день опять, опять за тысячу и получается, что у них за месяц, за этот декабрь будет больше 30 тысяч только двухсотых сколько там трехсотых, я даже не буду говорить а общая цифра 351 тысяча 350, интересно, что цифра 350 тысяч двухсотых была пройдена на 666 день войны то есть вчера вот это такое, да, интересное такое было сочетание одного и другого на 666 день войны когда Киев за три дня как говорил Путин, да то это еще три дня у них не прошло а уже 350 тысяч двухсотых отправленных, закобзоненных и отправленных курсом русского военного корабля ну а сегодня уже перешли за 351 тысяча так держать, да 9 танков за вчерашний день 5837 всего вместе и 18 бронемашин по бронемашинам очень хороший показатель всего 10 тысяч 843 колбасим расистов колбасим аж гайшумы дальше 24 артсистемы самоходные, несамоходные уничтожены за вчерашний день 8250 всего сегодня, кстати, были отминусованы там ураганы но они уже пойдут в завтрашний расчет и самолеты, вертолеты даю вам вчерашние еще данные принимаю во внимание сегодняшних три самолета но пока 324-324 по состоянию на вчерашний день ночью было сбито ночью и вчерашний день там 23 беспилотника было сбито шахеды, мы видели все прекрасно что в Киеве, к сожалению, попал шахед в многоэтажку 26-этажный дом нанес такой довольно существенный ущерб ну, залатают, залатают, я вам скажу там же, в Соломинском районе был уже как-то нанесен ущерб вы со многоэтажки, помните, в начале войны ракета попала в дом в дом на проспекте Лобановского и, кстати, сейчас его я специально ездил туда записал видео, отреставрирован вообще не скажешь, что туда что-то вообще прилетало а там было разбито, и вообще даже с насильтителей потому что там он страшно выглядел там этажей 5 было разбито в хлам вообще ну, сейчас слабее, конечно, прилет он попал в техэтаж, ну, и проломил там проломил немного три этажа пострадало ну, я думаю, что отремонтируют это все дело да, значит, 23 этих самых шахеда и 6365 всего с начала войны дальше было уничтожено 25 единиц автотехники, общее количество 10944 и, что очень важно, 9 это очень хороший результат единиц спецтехники всего 1217 по спецтехнике, скажу отдельно там расисты уже взвыли, что наши новыми какими-то высокоскоростными ракетами может, речь идет о Бриджстонах может, идет речь о АТГМах там разные, в общем-то, есть ракеты которые у наших сейчас подготовлены именно работать по РЭБам по РЭБам и по командно-штабным пунктам и вот они очень сильно жалуются, что ничего не могут поделать с нашими ракетами и ракеты прилетают и только может Бриджстон, может, ну, трудно сказать, да они не знают, что с этим делать один пуск, нету одной радиостанции или одной системы РЭБа это очень хорошо, ребятки так что минусуем их аж гай шумит 1217 с начала войны а вообще проходит постепенно стирание обнуление расистских сил в Украине и то, что сейчас подняты на уши еще раз повторюсь то, что сейчас подняты на уши все и ПСО от Арестовича и ФИЦО и до самого распоследнего бота что расисты подняли абсолютно все ребята, это говорит, конечно же, о многом о том, что на фронте у них идет мягко говоря все совсем не так как они хотели все будет Украина это говорит о том, что на Продолжение следует...